На лыжном стадионе Тирвес открыли прокат. К услугам посетителей широкий ассортимент лыжного инвентаря, отапливаемые раздевалки и качественно подготовленные трассы. Пользуются ли спросом новый спортивный объект узнавала Анна Базалева. На часах еще 6 утра, а на стадионе уже вовсю кипит работа. Завьюженный метелями бесформенный снег превращается в ровную поверхность с лыжней. Столь ранняя подготовка трасс обусловлена расписанием тренировок спортсменов, приехавших из зарубежья. В данный момент это 5 команд из Белоруссии. На их родине снег появится в лучшем случае к Новому году. А у нас уже с ноября. Можно начинать тренировочный процесс. Именно на первый снег и приезжают спортсмены. Произошедшие на лыжном стадионе изменения вызывают у них восторг. Вот в этом году я ездил в руку на первый этап Кубка мира в Финляндии. Вы знаете, как у вас начинается, вы почти ничем не отличаетесь. Поэтому очень здорово. Трасса готовится профессионально. Ретраки есть. Лыжня классическая, коньковая, освещенная трасса. То есть раздевалки есть, кабины для подковки, лыж есть. То есть нет вопросов. Теплые санузлы. Мы счастливы. Пользуются спросом подготовленные трассы и среди местных спортсменов, в том числе и детей. Мы к третьей четверти готовимся проводить здесь также уроки физкультуры. Планируем сюда перетащить, переманить спортивную школу для подготовки наших лыжников. Создать им здесь условия, базу, чтобы мы тренировались на этих трассах. В свою очередь к услугам местных жителей и туристов начал свою работу прокат лыжного инвентаря. Размерный ряд от 37 до 46. Подходящие ботинки, лыжи и палки помогут подобрать и детям. В этом месяце прокат работает в тестовом режиме. В будни с 14 до 21.00. В выходные дни с 11 до 18.00. Выдача лыж прекращается за час до окончания работы проката. Есть люди, кто просит покататься на лыжах до 10. Это те, кто работает в смену вечернюю. Есть желание после смены приехать часов в 8, часов покататься. Мы пока рассматриваем эти вопросы, еще раз говорю, что мы работаем пока в тестовом режиме, изучаем спрос, мнение людей и потом будем подстраиваться. Готовятся на стадионе и к Новому году. Сейчас идет активное строительство горок, чтобы люди могли на каникулах с удовольствием провести время и покататься на ватрушках. Ну а если замерзли, к вашим услугам горячий чай, кофе, какао и всевозможные сладости.